Здравствуйте, это программа «Есть мнение», я Алексей Додатко. И сегодня мы обсудим важную и чувствительную тему состояния экологии на территориях края. В студии собрались эксперты, что делается в этой сфере. Обсудим сегодня с министром экологии и рационального природопользования края Павлом Борзых, эколог и общественник Артем Ричицкий, руководитель экологической организации «Зеленая дружина». Здравствуйте. Оксана Сальникова, начальник группы прогнозирования Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Здравствуйте. И Сергей Михалюта, руководитель Ассоциации экологических расследований. Добрый день. Красноярск снискал сомнительную славу автора понятия «город черного неба». Павел Ильич, скажите, что-то изменилось в этой картине? Есть ли какая-то динамика? Ну давайте начнем с того, что Красноярск и Норильск вошел в число 12 городов, которые находятся в федеральном проекте «Чистый воздух». Для городов, о которых я упомянул, Красноярск и Норильск, разработан комплексный план по снижению выбросов в атмосферу, в соответствии с которым к 22% мы должны достигнуть снижения выбросов к 2024 году в городе Красноярске и 75% к 2024 году в городе Норильск. По «Черному небу» согласен с вами, да, Красноярск явился родоначальником этого самого термина. На самом деле это неблагоприятные метеоусловия, при которых выбросы накапливаются в атмосфере города Красноярска и, что самое важное, в приземном слое атмосферы, ровно там, где люди дышат. Оксана, вводятся неблагоприятные метеоусловия по решению вашего ведомства? Да. Расскажите подробнее, с чем это связано? Неблагоприятные метеоусловия, да, как тут было сказано, это такие условия, когда происходит накопление загрязняющих веществ в приземном слое, то есть растут концентрации. Ежедневно в своей работе мы используем такое понятие, как среднесезонные концентрации. Наблюдаемые концентрации мы сравним с этими среднесезонными. И чтобы было понятно, это тот фон, некий фон такой, при котором мы привыкли жить в тот или иной сезон, летом, зимой, осенью, ну, в зависимости от ситуации. То есть мы к нему как бы адаптировались. Вот с этим фоном среднесезона мы сравниваем концентрации. Если мы прогнозируем, что количество превышений будет над наблюдаемым количеством проб, будет где-то 28-30% превышения над среднесезонными, то принимается решение о введении периода НМО. А все-таки почему метеорологи вводят этот режим, а не, например, Министерство экологии? В первую очередь, любое загрязнение, как и Красноярске, в любом другом городе, оно зависит в большой степени от метеорологических условий. Тем более у нас, когда мы расположены в долине Несея, в Котловине, у нас часто отмечаются и в зимний период, и летом штили, слабые ветра, приземные инверсии, туманы. И при такой ситуации как раз идет и накопление загрязняющих веществ. Как только у нас наблюдается ветер, порядка 10-15 метров в секунду, скажем так, у нас, ну, пусть медленно, но город очищается, и, в общем-то, наблюдается некий такой фон, более-менее благоприятный. Это создает такое ощущение, что это объективные обстоятельства, у нас все хорошо с точки зрения деятельности предприятий загрязнителей, ну и вот так просто неудачно расположен Красноярск, незамерзающий Енисей, отсутствие ветра и... Не совсем так, давайте вот пошагово пойдем. Сначала мы видим, наши коллеги видят, что создаются некие погодные условия, набор этих самых погодных условий, которые будут препятствовать рассеиванию вот этих вредных примесей. А следующий шаг, тот уже переходит к предприятиям. Как только объявляется НМУ, все предприятия, которые находятся в федеральном и региональном надзоре, обязаны снижать выбросы. Сергей, скажите, вот с вашей точки зрения, ситуация в динамике улучшается, ухудшается, не видите никаких действий? Отличный вопрос. Давайте вспомним, что вот на моей памяти уже 20 лет у нас концентрации опасных канцерогенных веществ первого класса опасности превышают установленные гигиенические нормативы. А до этого, еще 40 лет была та же самая ситуация. И вот уже 60 лет у нас бензопирен по 30-50 нанограмм на метр кубический фиксируется на территории города. У нас формальдегид, сумасшедшая концентрация очень грязь во всех районах. И ситуация не меняется. Но мы при этом слышим, что да, там погода, условия. Да не это мы хотим слышать, о том, что какие погодные условия. Мы и так знаем, что Красноярск прекрасный город. А почему создается, скажем, условие, когда концентрации высокие, и это уже 60 лет не прекращается? Наверное, потому что и система мониторинга экологического, которая действует у нас в городе, не возвращает правила сокращения выбросов для промпредприятий. Я объясню, о чем я говорю. Например, вот у нас высокие концентрации формальдегида. В 2014 году, вместо того, чтобы разобраться, в какие условия, какие предприятия, как они своими выбросами формируют эти повышенные уровни, просто подняли ПДК в три раза и все. И сразу отчетность стала лучше. В воздухе есть формальдегид. Ацетон, ацетальдегид – это вещества одного ряда, это карбонильные соединения, нейротоксичные. Они есть в воздухе? Есть в воздухе. А в системе мониторинга они отражены? Нет. То есть, если бы в системе мониторинга были те вещества, которые нарушают здоровье и, собственно, сокращают жизнь и благополучие граждан России и жителей Красноярска, сразу же бы вопросы обоснованные появились к промпредприятиям. И это касается и не только сокращения выбросов, но также и платежи за негативные воздействия. Потому что в России, как и во всем мире, установлен один базовый принцип – загрязнитель платит. А с другой стороны, любая деятельность хозяйствующих субъектов, промпредприятий и других промышленных объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух, должна быть организована таким образом, чтобы превышение установленных гигиенических нормативов ни в каких условиях не возникало. Сергей, то есть первый шаг, по вашему мнению, это развитие системы экологического мониторинга. Сделать его более… Сделать ее работающей. Артем, вот у вас здесь какой-то прибор, имеет ли он отношение к этому вопросу? Что это… Имеет, это портативный газоанализатор, который измеряет концентрации загрязняющих веществ в определенном диапазоне по системе единиц, которая, соответственно, в федеральном реестре единиц измерения. Соответственно, доверять данным этого прибора мы можем. То есть, не какие-то условные единицы, это конкретное содержание микрограмм на метр кубический. Мы можем померить… А что он меряет? Ну вот, Сергей говорил про формальдегид. Формальдегид он не меряет, но он меряет второводород. И концентрации по второводороду в Красноярске значительно всегда превышены. И причем во всех частях города. Помимо этого, там, ЦО… Ну, то есть, Сергей правильно говорит о том, что у нас многие показатели. Вместо того, чтобы сокращать, мы повышаем ПДК. И получается, что в статистике, в общем, выглядим неплохо. Павел Ильич, сегодня министерство занимается разворачиванием системы экологического как раз мониторинга. Помогает ли вам вот эта вот система мониторинга, которую сегодня создается силами граждан? Мы с уважением относимся к мониторингу наших коллег. Одновременно с этим готовы зафиксировать, что у нас 12 постов по территории Красноярского края. Работают в автоматическом режиме. Они сертифицированы и поверены, собственно, к этим данным. Мы и можем иметь отношения и, собственно, их комментировать как единственное государство. А что мерят, вот с учетом того, о чем говорит Сергей? 16 веществ намерят в автоматическом режиме. При необходимости наша лаборатория выезжает на место и фиксирует другие загрязнения, загрязняющие вещества. Я позволю себе сделать шаг назад и такой тезис произнести. Я далек от мысли, что у нас в Красноярске экологическая обстановка идеальная. Далек от этой мысли. Но при этом говорить, что ничего не происходит, не могу с этим согласиться. Вот в рамках того же комплексного прана, по которому я говорил, один только сегмент. Компания СГК, которая входит вот в этот план, должна к 2024 году заместить 35 малоэффективных котелин. По концу 2020 года мы зафиксировали замещение 10 котелин. И в конце 2021 года должно еще плюсом 20 таких котелин закрыться и перейти на централизованное теплоснабжение. Обогрев, соответственно. Что это значит? Это означает, что в дома жителей в разных районах города Красноярска перестанет лететь сажа и копыть. 30. А по плану до 2024 СГК должны заместить 35. То есть по факту они в конце 2021 года уже выполнят свои обязательства, останется 5. Но нам это кажется недостаточным. И мы находим еще, как минимум, мы видим 25 малоэффективных котелин, которые готовы добавить к нашей компании СГК на замещение. И сейчас эта работа между крупным предприятием и, соответственно, правительством Красноярского края идет полным ходом. Для того, чтобы включить дополнительно в комплексный план, и к 2024 году уже не 35, а какое-то другое количество котелин увидеть. А самый короткий, то есть простой пример. На Копылово, я думаю, что все знали котельную МЧС. Даже сверх вот этих 35, которые были в плане, эту котельную заместили. Объемы незначительные. Отапливало только помещение там, где пожарная часть. Но так это... Локально, потому что вокруг были застроены дома, и жителям это приносило дискомфорт. Котельная теперь не работает. Понятно. Позвольте здесь очень важный момент. Мы действительно делаем по этой программе какие-то вещи, которые полезные. Действительно, котельные надо замещать, и чем быстрее, тем лучше. Потому что, условно говоря, КПД на ТЭЦ гораздо лучше, чем на котельные. Низкая труба в микрорайоне. Вот четкий пример. Но я-то хочу сказать две важные вещи. Что улучшений в атмосферном воздухе явных не фиксируются. А в какие-то моменты фиксируются и ухудшения. Давайте так. Давайте попробуем все-таки проанализировать эту ситуацию. Сергей сказал о том, что негативные воздействия копятся 60 лет. Это определенный способ хозяйствования. Это структура экономики, производственной сферы города. Мы говорим, что факторы, которые вносят свой негативный вклад в экологию, основные установлены. Это, прежде всего, крупные предприятия, это общественный транспорт, печное отопление. Давайте посмотрим. Минутку, да? При этом Павел Ильич говорит о комплексном плане. Вот давайте сравним подходы, скажем так, что видит министерство в качестве приоритетов этого комплексного плана. Как вы оцениваете его как эксперты? К словам нашего благородного министра. Что он сказал? Что они будут закрывать маленькие котельные, малоэффективные, то есть для того, чтобы будет происходить монополизация на рынке теплоэнергетических услуг, чтобы это передались на крупные котельные. Наверное, не эта цель. Ну, подождите секундочку. Это как бы игра опять на крупного промышленника. А давайте мы посмотрим, а что легче перевести на экологическое топливо, газ или там бездымный уголь, там чистый, мелкую котельную или крупное теплоэнергетическое предприятие. Так, может быть, стоит не закрывать мелкие котельные, а вводить управляющие правила для того, чтобы мелкая котельная не могла использовать грязное топливо, только чистое. И тогда это уже будет совершенно технологически, идеологически другим шагом. Потому что поставить там газовую установку, газовые там горелки для того, чтобы отапливать какой-то небольшой микроэнергетик, это довольно экологично. Это технологично. Это будет опять стимулировать экономику. А мы что хотим? Закрыть малые котельные и отдать все крупному теплопроизводителю, который не хочет перевооружаться и переходить на новые стандарты экологические. Потому что опять мы говорим о закрытии предприятий, а не о развитии правил, которые позволят более эффективно выстраивать экологическое управление. Итак, ваша позиция. Экологический мониторинг и более жесткие правила для загрязнителей. Новые правила для загрязнителей. Артем, я бы сказал, что к 2024 году снижение по программе, по федеральной программе на 22% для Красноярска – это очень мало. У нас сейчас около 200 тысяч тонн выбросов в год. Если мы сократим на 22%, то это ориентировочно 160 тысяч тонн в год. Это тоже очень много. То, что закрываются котельные сейчас, в моменте – это хорошо. Сергей прав, нам нужна какая-то более, как сказать, глобальная стратегия, что мы будем делать завтра. Министр абсолютно правильно говорит, что надо интенсифицировать процесс вывода котельных, которые неэффективны. Они действительно неэффективны. Котельные, как я понимаю, это одна из историй этого комплексного плана. У нас есть крупные промышленные предприятия, помимо котельных, которые нас отапливают. Без тепла мы в Сибири жить не можем. У нас есть промпредприятия, есть новые площадки, где мы собираемся строить промышленные предприятия, где будет отливаться металл. Это надо все учитывать. Павел Ильич, все-таки основные направления этого комплексного плана. То, о чем говорит Сергей, перевод малоэффективных котелей на более высокие источники, собственно, централизация этого отопления, это один из сегментов, про которые мы можем говорить. Один из сегментов. Газ, так или иначе, перспектива у Красноярска есть. И это, собственно, неоднократно подтверждал и губернатор. И эти переговоры идут, я уверяю, что они это в финальной стадии. По поводу газа и прохождения этой самой нитки по Красноярскому краю, и мы его получим. Но это перспектива. Как минимум 25-26 года. Одновременно с этим... В 26-м году появится газ? В 26-м году мы должны увидеть газ недалеко от Красноярска. Это 70-72 километра. Нитка должна пройти на границе Сухобуземского и Большимартинского района. И такие планы существуют. Они находятся в финальной стадии верстки. Газ это одна из тем. Мы в 25-26 год, но одновременно с этим мы же не можем ждать, пока придет к нам газ. Правительство края ведет по нескольким направлениям сразу работу. Если вы слышали тему по переключению частного отопления на электроснабжение. Это живая тема? Это живая тема. Это работает несколько компаний. МРСК, СГК, Пауэруссети. Всех волнует, сколько после этого будет платить потребитель? Ровно это, собственно, история и проговаривается на уровне федерации, чтобы население не стало платить больше. Чтобы это компенсировалось за счет бюджета, соответственно, федерального в том числе. Нам важно, чтобы человек переключился на электричество. Это, собственно, самое главное, самое экологичное, наверное, отопление, которое можно придумать. Газ, значит, брикеты. По электроотоплению частного сектора вопрос рассматривается только для Красноярска или, например, для Минусинска, где тоже звучит такая проблема? Вопрос рассматривается и для Красноярска, и для Минусинска. Тут можно сразу сделать шаг на перспективу и сказать, что не только Красноярск и Норильск, собственно, следом появился Минусинск у нас в эфире. Ачинск? Значит, не только Красноярск и Норильск в комплексном плане. У нас, по данным Роспотребнадзора, выявлено еще пять малых городов, где уровень загрязнения считается высоким. Какие территории? Это Минусинск, это Ачинск, это Назарово, это Лисосибирск и это Каннск. И три города из этого списка, Лисосибирск, Ачинск и Минусинск, мы подали дополнительным списком в федеральный проект «Чистый воздух». И, соответственно, для включения его в следующую итерацию после 2024 года. И эта работа с Москвой идет. Поэтому газ – это одна история. Переключение малоэффективных котелин – вторая. Электричество, пилеты. Пилеты, которые в тех районах, где производится лесопереработка. Они там важны. И мы, посчитав эффективность, понимаем, что их выгодно производить и использовать в шаговой доступности, что называется. 100 километров максимум дальше становится неэффективно. Даже тот же уголь, про который мы говорим, в зависимости от того, какие приборы отопления, какие котлы стоят, до 12 раз снижаются выбросы. Оксан, к вам вопрос. Вот с точки зрения режима НМУ, как вы оцениваетесь, динамику? Ну, в последнее время мы же объявляем обычно первый режим для предприятий. То есть мы не доходим пока ни до второго, ни до третьего. Есть еще разные режимы? Да, конечно. При первом режиме сокращение должно быть порядка 15-20%, если я не ошибаюсь, предприятия. Ну, это обычно какие-то превентивные меры. Если в дальнейшем не удается сдерживать рост загрязнения, то при определенных ситуациях может быть введем второй режим и даже третий. Ну, как правило, насводится первый режим, то есть для второго мы не доходим. При введении периода НМУ все равно все предприятия, ну, крупные предприятия, они проводят какие-то мероприятия. Ну, помогают они, я думаю, там, конечно, это меры при первом режиме не такие существенные, но все равно какое-то сокращение есть. А, например, ну, я считаю его половинчатым. Почему? Потому что на долю того же автомобильного транспорта у нас приходится где-то около 40% загрязнения. И никаких мер не разработано при этом. Сергей, вы так с сомнением крутите головой. Понимаете, это очень удобно говорить о том, что у нас все загрязняет частный сектор, что у нас загрязняет автотранспорт. А давайте посмотрим на цифры. У нас приблизительно 400 тысяч единиц автотранспорта в городе, и на них, на эти 400 тысяч, насчитали 60 тысяч тонн выбросов. Давайте возьмем крупные округа в Канаде, в Соединенных Штатах Америки, где по 2,5 миллиона автомобилей и только 11 тысяч тонн выбросов в год. То есть это опять игра на стороне промышленников, чтобы спихнуть. Потом я хочу вам напомнить, что шестивалентный хром, никель и другие опасные загрязняющие вещества автотранспорт не выбрасывает. Они поступают в воздух и в легкие жители с промышленными выбросами. Потом, если мы посмотрим, у нас у всех, вон, Артем улыбается, у него автомобили высокого экологического класса, у нас автомобили, экологический класс и топливо, автомобили растет. А по стандарту Евро-4 углеводородов, выбросов уже нет. Поэтому что загрязняет выбросы автотранспорта? В каких? Это легенда, которая удобна быть промышленными. Мы будем завидовать Артему, согласны ли вы с толь радикальной оценкой о том, что в том числе Росгидромет играет на стороне крупных предприятий, объявляя режим. У меня все вопросы к Росгидромету. В частности, вчера от 3 до 8 метров в секунду ветер, весь город погрузился в дым, режима НМУ нет. Я вообще считаю, что зачастую НМУ у нас не вводится. По каким причинам? Ну, сложно прогнозировать, каждый сделает выводы сам. Но НМУ, помимо прочего, это еще и прогноз, он должен вводиться превентивно. Оксана, а вас министерство не просит не вводить режим черного неба? Нет. Нет? То есть это ваше решение? Нет, на нас никто не оказывает давление. Система Росгидромета, кто на нас может оказать давление? Ни промышленные предприятия, ни министерства. Может быть, мы вот вчера обсудим, по какой причине там вводится, не вводится на вчерашний день НМУ. Город весь в дым. Здесь встреча идет о том, что Сергей говорит о том, что вы преувеличиваете роль частного автотранспорта. Артем говорит о том, что вы не объявляете этот режим. Все-таки какие критерии? Нет, почему не преувеличиваю? Я думаю, что если вы поставите тот же газоанализатор, скажем, около автомагистрали и в каком-то жилой зоне, неужели он не будет показывать разные? Про автомагистрали я с вами согласен. То есть вы находитесь все равно? Об общем валовом объеме выбросов. Автомобили не дают такой общий валовый объем выбросов. Но действительно надо учитывать, что автомобили дают выбросы на уровне органов дыхания. Мы дышим. Мы в основном передвигаемся вдоль транспортных магистралей. Это очень значимый вклад, его надо учитывать. Но объем у нас явно завышен. И еще есть момент, опять же таки, ну, наверное, уже не к вам, а может быть, там и не совсем к министерству, а больше к муниципалитету. Наши автомобили, в отличие от западных примеров, простаивают в пробках. В пробке запросто в любой момент фиксируется там порядка четырех ПДК, а иногда и сорока. То есть я согласен с тем, что вопрос выбросов автомобилей надо решать, он очень значимый. Но преувеличивать его не нужно. Так никто не преувеличивает. Позвольте, я отвечу. Потому что хоть это и транспорт, и министерство экологии, но так или иначе это все завязано на нас. И в том же комплексном плане, про который мы говорили, строительство новых развязок, переход на более экологичные виды транспорта и автомобильного транспорта. Это предусмотрено. И, собственно, по этому пути методично наш муниципалитет Красноярска и идет. Если позволите, вот по Росгидрометру. Действительно, у нас нет ни установок, ни задач. Мы не просим ни вести, ни вывести. Нужно понимать работу наших коллег. Это абсолютно конкретная методика прогнозирования. Они работают в строгом соответствии с установленными наборами мероприятий. А вас заранее предупреждают? Завтра введем режим. Ровно об этом и речь. Нас коллеги предупреждают заранее. Не в момент, когда НМУ случилось. А заранее для того, чтобы мы успели передать информацию нашим предприятиям. Сами принять меры реагирования в период НМУ. Мы выводим весь свой личный состав в работу, что называется, по дружью. Я хотел бы о другом еще вам напомнить, уважаемые коллеги. Что вот вы все правильно говорите. Здесь вот ни слова поспорить нельзя. Но 60 лет мы слышим одно и то же. Вот именно эти слова. А чего не хватает? НМУ водится, да, там загрязнения у нас как были высокие, так и продолжают высокие. Я хочу все-таки, я уже вам говорил один принцип, да, по которому организуется регулирование выбросов, да, загрязнитель платит. А есть другой принцип. Это о том, что органы власти и контрольно-надзорные органы должны применить весь арсенал своих методов, чтобы ни в какой точке жилых массивов не было превышения концентрации. Поэтому, если у вас высокие концентрации формальдегида, расследуйте эту ситуацию и формируйте управляющие правила для эффективных источников, которые и спровоцируют высокие концентрации. По бензопирену и по ПАУ, по карбонильным соединениям. Это все опасно для жителей города. И мы не хотим 60 лет смотреть и слышать, что все замечательно происходит, только ничего не меняется. И люди все равно дышат отравленным воздухом. Хорошо, Павел, скажите, а какими рычагами воздействия на загрязнители власть обладает? По концу 2020 года, 2021 только начался, его еще взвешивать рано. Значит, у нас только по воздуху более 200 административных материалов заведено. И вот тут цифра. Более 30 источников негативного воздействия, мы в суде отстояли их демонтаж. То есть не просто какой-то копеечный штраф, а речь идет о прекращении действия промышленного объекта? Ну там по демонтажу идет речь о физлицах, которые, собственно, используют свое имущество, в частности, гаражные помещения. Физлица! Физлица! А где крупные источники? Ну вот смотрите, крупные источники у нас так или иначе в нашей орбите существуют. Они и в комплексном плане есть. И с ними работать можно. Вот сейчас идет модернизация этого комплексного плана. Думаю, что все слышали про эксперимент по квотированию. Где до каждого предприятия, а то и мы расширяем этот список. Правильно, но вы можете назвать вот две основные проблемы, которые не позволяют вот даже нормально сейчас квотировать в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. В плане регулирования. Это одна проблема. Это тем, что сводные расчеты, согласно даже реформированной методике расчета рассеяния 2017 года, не отражают реальные физики и географические условия и не позволяют реально оценивать, как рассеиваются выбросы. А это означает, что вы не можете сформировать для предприятия адекватные нормативы предельно допустимых выбросов. И мы возвращаемся в ситуацию, когда предприятие работает по закону, оно белое, оно в рамках нормативов ПДВ, только за пределами санитарно-защитной зоны у нас опять 20-30 ПДК канцерогенов и нейротоксичных веществ. Я бы справедливости ради заметил, что действительно министерство что-то делает для улучшения обстановки в период НМУ. С некоторыми предприятиями достигнуто соглашение, что при первом режиме они применяют уже частично те мероприятия, которые положены для более опасного режима второго. Но основная эта задача – получить результат. И почему я говорю о прогнозе? И есть методика введения НМУ, так надо менять методику, чтобы НМУ вводилась раньше, чтобы НМУ вводилась заблаговременно, чтобы мы их вводили чаще, когда город погружается в дым. Вчера весь город в дыму, НМУ нет, ветра фактически тоже нет. По сайту Среднесибирского УГМС ветер 3-8 метров в секунду. Нам здесь уважаемый представитель ведомства говорит о том, что город начинает рассеиваться при 10 и выше. То есть мы фактически вчера прожили в режиме НМУ, а предприятия не снижали свои выбросы. Плюс ко всему надо контролировать предприятия, чтобы они реально их снижали. Давайте в эту сторону. Павел Владимирович, еще раз все-таки вопрос вам. Буквально недавно состоялось такое беспрецедентное решение по иску Росприроднадзора компании «Норильский никель» в связи с нашумевшей аварией, фактически экологической катастрофой. Штраф, по-моему, в 146 миллиардов рублей, которые получит бюджет. И средства будут направлены на экологическое благополучие территории. Скажите, пожалуйста, является ли это прецедентом? Дает ли вам это какие-то дополнительные возможности? Или это, скорее, такой психологический фактор, который дает сигнал бизнесу о том, что государство будет теперь по другим правилам работать с этим вопросом? Давайте. Будем этого склонать по частям есть. То, что это беспрецедентно, это подтверждает абсолютно все. В истории даже на Российской Федерации таких штрафов не было ни у одной крупной компании. То, что дает сигнал внимания для других предприятий, безусловно, я думаю, что это не только касается Красноярского края, но и в целом крупных загрязнителей. В какой бюджет пойдет, пока он уходит в федеральный. И тут, наверное, не моего уровня рассуждать, где какие сегменты, куда упадут. Но при этом заверения Совета Федерации, которые прилетали в Красноярск, зафиксировали, что максимальное количество денег нужно пустить на реабилитацию. Тут же задача не в деньгах, по большому счету, а задача в том, чтобы высококрупная экосистема была восстановлена. И в продолжение этого штрафа мы и свою работу делали на территории Норильского промышленного района, и Таймыра в том числе. И мы, соответственно, вот если, может быть, видели в эфире, тоже свои требования, как министерство, предъявили. И сейчас в конструктивном диалоге с нашими коллегами северного крупного предприятия. И тут еще раз зафиксирую. Не в деньгах дело. А важно, чтобы вот эта авария послужила, значит, толчком, поводом, или, не знаю, как впоследствии, чтобы мы восстановили экосистему хотя бы до нормального состояния. Артем не зря принес сюда прибор. Он показывает, что люди сами уже покупают приборы, что общественники формируют сети мониторинга. Почему? Потому что информации, получаемые с государственных сетей, на которые каждый год выделяются бюджетные деньги, недостаточно, чтобы формировать эффективные управляющие правила, для промышленных предприятий. Поэтому физлицами, конечно, чего заниматься, они самые беззащитные. А ты начни давить крупных промышленников. И они говорят, мы будем разваливать эти сети. Да, потому что нужно менять нормы. Нужно по-другому идеологически подходить. Павел, будем ждать от вас примеров работы с крупными загрязнителями. Готовы ли вы это делать? Мы, собственно, работаем с крупными загрязнителями. Вот если вспомнить документ, который называется Харти, в рамках Харти мы можем позволить себе в период НМУ зайти на объекты, которые относятся... Вы это делаете? Естественно, мы это делаем. КРАС, СГК, крупные промышленные предприятия находятся в сфере вашего влияния? А значит, КРАС, СГК, ЦИМЕНТ находится в первой категории и подчиняется Росприроднадзору. Это федеральная структура. Но одновременно с этим все они подписали эту Хартию, и мы в период НМУ без согласования с прокуратурой можем зайти на любое из этих предприятий. Вы это делаете? Естественно. Хорошо. Оксана, скажите, а где кроме Красноярска, вот вы фиксируете этот режим неблагоприятных метеоусловий, объявляете ли вы еще этот режим в каких-то территориях края? На данный момент, кроме Красноярска, мы еще прогнозируем и объявляем период НМУ для Минусинска, Ачинска и Назарова. И разработана уже у нас схема прогнозирования в Лисосибирске, она уже опробирована, но пока мы еще там не прогнозируем. Коллеги, ну вот такой содержательный разговор, надеюсь, совместные усилия общественности, органов власти, каждого неравнодушного человека помогут сделать наши города и поселки, весь край чище. И во всем крае экологическая ситуация будет более благоприятной. Встретимся в этой студии через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин